Выхаванцы Новополоцкой детячей спортивной школы приступили до занятка у налёдзе новой тренировочной пляцовки. Это опошний объект, обновленный арены хоккейного клуба «Химик», который увяли устрой после масштабной реконструкции усяго комплексу. Рамонту тут чекали не один год. Про серьёзные изменения в спортивном жизни нафтаграда Артур Смоляков. В 94-м Новополоцк стал третьим городом Беларуси, где побудовали крытый лядовый палац для хоккейного клуба. Ишли годы, и до початку нового тысяча годзе арена сурьёзно состарела. Модернизовать её спробовали в 2008-м, але не дохоп сродку примусил спынить працы. Каб завершить рамонт, спотребилася больше за 10 годов. И сегодня спортивный комплекс примая гостей. У Новополоцк хоккей пришёл 25 годов тому, и сустракая гэтую дату, город великими изменами. После грандиозного рамонту арену «Химика» не познать. Новая тренировочная пляцовка, просторные трибуны, сучасное святление. Дать другое житё спортивной арене – доручение президента. Теперь лёду хопить и основной команде, и гораджанам, и юным хоккейстам. По кульной арене ладилась обудовля «Химик» квартаровал у Орши и Витебску. Первые матчи народным лёдзе подтвердили. Гэтая два года Новополоцк серьёзно сумаваў по хоккее. Кричайшие сроки в течение практически полугода была завершена реконструкция. И чуть-чуть более полугода было проведено строительство новой тренировочной площадки. На сегодняшний день это помогло решить проблемы по ледовой подготовке самих хоккеистов, начиная от специализированной детско-юношеской школы. И время у нас появилось дополнительное для организации массового катания для населения. С первого сентября, благодаря строительству нашей площадки новой, мы будем открывать отделение по шорт-треку. Значит, вид нетрадиционный для города Новополоцка, но думаю, что очень заинтересуются юные жители нашего города, в том числе и девушки. Советское табло и трибуны, драулян и дах. Дякуючи своей аутентичности, старая пляцовка в Новополоцку стала здымочным павильоном фильма «Легенда номер 17» про хоккейного гения 70-х Валерия Харламова. Треба узгадать, что гэты лёд выхаву и своих знакомитостю. Браты Кастицыны, Владимир Дьянисо, Александр Китаров. После рамонта тут плануют вырастить новых зорок. Хорошо стало. Там в старом льду появились бортики новые, легче открываются. Лёд как-то поменьше, как-то пространнее играть. В хоккей зрелищный вид спорт. Есть песни, в трусы не играют в хоккей. Это хороший спорт, силовой. Много различных команд, на ХЛ, КХЛ. Много крутых хоккеистов. Хлопцы из мясцовой хоккейной школы на лёде и зимой, и летом зарастут 250 выхованцев. Дарычий химик – команда, якая робит сталку на уластные силы. Сегодня 70% у составу складают с новополочанием. У нас был очень огромный простой 8 месяцев, поэтому нам наверстывать ещё и наверстывать очень много. Теперь будем стремиться, скажем так, к победам. У нас уже никаких отговорок не будет. Два льда – это очень шикарно. Это хорошо. 2009 год, детям 9-10 лет. При должной работе они все должны вырасти в хороших хоккеистов. За свою историю новополочный химик двойче становился чемпионом Беларуси. Был час, когда сборная Украины на четверть складали выхованцы новополочной школы хоккея. Славная традиция у города нафтовиков плануют протягивать. Зараз лядовая арена знов стала центром спартивного життя промысловой столицы региону. Местичи запевнивают, сегодня у Новополочку нема неводной семьи, у якой не было б хоккеиста. Артур Смоляка, Сергей Кота, у новины Новополочк.